Киев. Вечер. Проспект Победы. Все торопятся домой. Как вдруг Мерседес на скорости подрезал Форд и буквально прочесал зеленую легковушку. От столкновения в Мерседесе и Форде повыбивало боковые окна, помяло железные крылья. Но самое страшное произошло немного позже, когда никто не ждал беды. Итак, все по порядку. После столкновения Мерседес еще проехала несколько метров. Потом водитель все-таки остановил железного коня, вышел с салона и пошел к водителю Форда. Пока мужчины осматривали последствия ДТП и ждали патрульных, вроде из ниоткуда взялась Мазда. На скорости водитель красного автомобиля то ли не заметил место ДТП, то ли не среагировал вовремя и влетел в участников аварии. Эта трагическая история описана исключительно со слов свидетелей, так как мужчины, которые попали в первое ДТП, еще не дождались приезда патрульных. Все произошло вдоль секунды. Посреди дороги водитель Мазды переехал 28-летнего мужчину с Мерседеса. А потом его легковушка врезалась в Форд. Шоферу Форда удалось сохранить себе жизнь. Решающую роль сыграли какие-то сантиметры. Водитель Форда стоял чуть в стороне. Это его и уберегло. У Мазды от столкновения согнутый в гармошку капот, разбиты фары, лобовое стекло. За рулем была женщина. Она осталась целой и невредимой. Очевидцы этого страшного наезда уверены, водительница Мазды не тормозила, а просто ехала на таран. Что подвигло женщину принять такое решение, должны выяснить специалисты. Опять те же свидетели трагедии выдвигают версию о недостаточно водительском опыте. Возможно, представительница прекрасного пола растерялась и не знала, что делать. Еще один важный момент, который обязательно надо учесть. Водители Мерседеса и Форда после столкновения не успели выставить на дороге специальные конусы и знаки, обозначающие место ДТП. Они только вышли со своих машин, перекинулись пару слов и все. Казалось бы, так поступают все. А как иначе? Не будешь же бежать после аварии сразу со знаком в руках. Еще надо отметить тот аспект, что после столкновения у разбитых машин была включена аварийка, и ее сигналы должны были быть замечены всеми проезжающими мимо машинами. Эта трагедия – непростая задача для следователей. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. У 28-летнего погибшего парня осталась жена и пятилетняя дочь.